Ковуш Медьян Он знал Ближний Восток, наверное, лучше, чем кто-либо из иранской элиты. О Сулеймани говорят как о человеке, который точно понимал пределы возможного. О чем можно договориться, о чем нельзя. Представитель курдского клана Талабани очень хорошо ответил на вопрос, в чем природа влияния Сардара Сулеймани. Он сказал, Сардар Сулеймани не очень часто обращался к нам с просьбами или советовал что-нибудь. Но когда мы к нему не прислушивались, у нас начинались неприятности. В 2014-м в Сирии о себе заявило Исламское государство. С 2015-го года Москва начинает оказывать военную поддержку официальному Дамаску в борьбе с террористами. В нашей стране все знают роль ВКС России. Но мало кто представляет, что до 2016-го года почти всю войну Сигил на земле вел Иран. Сирийская армия к тому моменту утратила боеспособность. Генерал Сулеймани и его подразделения сыграли одну из существенных ролей в сдерживании, а потом в уничтожении так называемого Исламского государства, организации, запрещенной в Российской Федерации. Именно на иранские подразделения была возложена основная тяжесть наземных операций. Соответственно, потери несли иранские солдаты и спецподразделения. Помните инцидент со сбитым 24 ноября 2015 года российским бомбардировщиком Су-24 в Сирии? Тогда пилот Олег Пешков был убит боевиками. Второму пилоту удалось скрыться на подконтрольной террористом территории. Так вот, именно Сулеймани лично командовал операцией по спасению нашего летчика. Сулеймани сказал нам тогда, ребята, не волнуйтесь, мы вытащим его. И в этой операции по спасению принимали участие 8 человек из шиитского ополчения Хизбалла, которое контролировал Иран, и 18 сирийских спецназовцев. Они спасли нашего летчика-майора. Так что, разве после этого Сулеймани, вот не наш герой тоже? Для Ирана это был человек-легенда. 4 января красный флаг мести водружали над мечетью под пение тысяч верующих. Я не могу даже сформулировать, в чем его популярность. Он дал иранцам возможность почувствовать себя победителями, почувствовать себя героями. Он был популярен даже среди иранцев с американскими паспортами. Журналисты часто называли Сулеймани «сардар», в переводе «командующий». Вот только у всех командующих были фамилии, а просто командующий в Иране был один.